друзья мои доброе утро это зинаш сегодня девятнадцатая время 9 аккумулятор снимала и здесь компьютер часы сбились по второго показывает покатаемся из дома вышло вроде пенка уложила волосы капюшон на диван опять бочит ой поставил аккумулятор завелась нормально все утром встала первую очередь пошла подвал у меня подвал теперь затопило они вчера когда воду сделали с двух сторон в краниках и подвал туда где расширить львачок елкины здесь авария что ли ой блин сейчас отключусь я проеду здесь прямо на перекрестке авария воду сделали потом этот один парнишка их трое было бригаде один парнишка подвал спустился я бы там расширить бочок меньше пол бочки осталось сейчас подошли а там обычно раньше когда вода закат но в доме допустим там воду слили в сунитазы или в раковины расширить бочки вода начинала журчать и наполняться это попробую железные вот она такой железный поплавок набирают набирают а стоят стоят потом бригаде их не ну парнишка виде маринад он говорит где у вас скорее всего этот там посмотрели бочки со скважина ждет вода там песок на дне бочки золотистый он говорит у вас наверное там это забилось поплавок про этот шланг и рубала ну что ты мне рассказываешь всегда нормально шла он как надо будет заменить шланг там сантиметров 70 50 и рубала у меня шланг есть ну давайте я вам заменю подали там же два шланга брат привозил мне сделала он поставил шланг и как поплавок видимо поплавок сняла там на самом деле как в душевой у меня помните когда снимала там резинка перекручена и здесь резинка уже стерлась ты там этот и песок угодно вот поплавок нужно игру у меня поплавок только есть а то и от унитазного бачка новый браточка доставил мне там унитазе когда вода наполняется сливаешь потом там вода сочится и подвале мотор постоянно работает что где-то были сидит подтекает а унитаз так не должен работать воду слили бачок набрался полный раз все и тишина и из-под унитазе водички не должна бежать вот брат мне тогда сделал там какую-то запчасть взял с упаковки а поплавок остался такой прямоугольный я у меня такой такой поплавок он готов пойдет поставил и сразу вода начала журчать они уехали по 10 часов ночи они уехали я ходила на улице домой заходила там ждала пока бочка наберется смотрю бочка набралась и поплавок затих я закрыла подвал пошла домой легла друзья мои и вырубилась ноги промерзли я весь день весь вечер почти на улице ходил на улицу домой на улицу домой на улицу домой утром встала проснулась где-то 15 9 в комнате темно же шторы зашторила проснулась не завтракал даже друзья думаю пойду посмотрю подвал спускаюсь подвал меня подвал затопило из бочки вода через верх идет перекрыла краник стопочка вода и вода бежит бежит полная подвал вот так надо воды ноги мокрые там и лук стоит и кровать вот это брата стоит медицинская и цемент и чеснок весь урожай намок там у меня подвале стоит сейф железный я в него муку сложила туда даже не посмотрел сейчас вам говорю сейчас только вспомнила там наверно мука все мокрая короче вот так воды подвале кран перекрыла машина аккумулятор поставила и поехала друзья мои а до этого когда проснулся сразу отключил телефон открыла видео и комментарии прочитала пробежалась но никому друзья не отвечал от эту кассив вечер или завтра буду отвечать сейчас не до этого не без обид единственное кому хочу обратиться там есть такая девушка девушка или женщина взрослая не знаю под ником айгуль 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 айнолайн лично к вам обращаюсь я она мне часто писала хорошие комментарии но такие по ситуации мне хвалить не надо друзья мои хвалить там захваливать не нужно как есть так есть вот вот опять трактор стоит там где-то алматы носу вот я вчера которая по моему этот монолог говорила про про нет рукав вот это вот по моему там сейчас не за два три так видео открыла посмотрела но не отвечала айгуль не пишет сейчас я даже выписала написала айгуль без обид айнолайн все на зерно люди прочитаются и наш я вас вроде уважала вас конечно написано с маленькой буквы я большую букву даже не заслужила вы замечаете друзья к вам обращаюсь ко всем на 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 вы с большой буквы это уважение к человеку или когда вот допустим вас подписчиков много вас можно написать с маленькой буквы написал зинаш я вас вроде уважать начала но вы видимо работаете работать начали и работаете только на российскую аудиторию а казахстан так по боку зря вы так делаете у меня сон как рукой сняло мне как будто затем по башке вот такой железный хреновина ударили все ожидала друзья от хейтеров от недругов ожидала вот такое друзья друзей от подруг я же говорил вы ближе меня стали тем те подруги молодости хотя многих немногих а почти всех вас не знаю знаю только тех кто за экраном которые смотрят и молчат потом следующие от этой же девушки или женщины взрослые комментарии ну когда там сделал говорил уже про недруга про все не западу по тем видео по-моему она говорит для кого вы это говорите опять маленькой буквы для того вы это говорите я не понимаю но мне показалось что вы это делаете ради монетизации неужели попросите знак под ником айгуль айгуль айнолайн ни на кого я не работаю ни на какую аудиторию не работаю я свое отработал друзья мои работала и в оперативной работе там где под подавали подписку они разглашение в режиме секретности документами пользовались который запрещается к разглашению к выносу за территорию учреждения вот я вам говорила айгуль и всем но со смехом с улыбкой допустим у мама с братом у нас у меня я им когда говорю допустим там что-то сделать маме думал ой марат или подняла папе не говорить вам как хорошо выслушает через пять минут мне брат звонит зинаш нафиг ты это все сделала туда-сюда или брату говоришь марат вот такой такой допустил подвале вода затопила маме не говори мама будет расстраиваться нет ты чё через две минуты мама звонит айбай баллам у тебя там чё подвал затопила брату звонит марат ну нафиг ты это сказал говорил ну мама чем может помочь ой щенят эти повтерят пацаны какой-то тряпку нашли дербанят блин это нафиг ты это маме сказал она чем может помочь она просто будет нервничать переживать на расстоянии даже если приедет сюда будет но извиняюсь это моя мама как любая мама так 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 куда вот а я говорила что нам с папой и папе мне сказали папе говоришь папу на портачу что-нибудь там накосячишь по-другой пап по-женски там я детстве ой термобигуди были в кастрюлю положу кипяток надо их скипятить и забуду уйду прихожу там они расплавились такие а кастрюль раз сарай за дрова закинул и по перехожу блин боюсь же с вами кастрюлю испортила группа блин я в термобигуди забыла они растаяли в кастрюле мамы ругать будет маме не говорить ладно подумаешь другу кастрюлю и папа не скажет не ни разу не говорил вот такие мелочи поэтому говорю я не обижайтесь меня просто начале утром шок был сейчас он просто смешно мне или над бензовод еды летелся он поворачивается сейчас начале утром моя в шоке было мне аж давление подскочила честно российскую аудиторию на кого вы работаете ради монетизации работаете а вы гуляете когда работали на работу ходите вы не говорили наверное или сказали я буду каждый на работу приходить ночную смену в дневную смену я зарплату не надо платить мне детей не нужно кормить так чтобы производство наш расширялась вы так дальше работать айгуль понимаете youtube это тоже работа это еще какая работа я вчера поэтому говорим вы говорите вот в о чем говорите для кого не пойму для всех вас для себя говорю я я говорила что там не один человек написал что учись монтировать там чтобы все нормально было это все я сказал что сейчас нет друзья не до этого у меня завтра брату будет полгода как он умер или вы друг или айгуль или его и близких не теряли или в таком состоянии не были или у вас дома таких чипы за чипы не было не знаю гуль без обид если вы намекаете на то что я говорю на русском я говорила вела канал свой буду вести канал на русском языке я с этим языком выросла я на этом языке училась и не надо говорить что вот про казахстан отказа как типа за казахстан обидно родину и родители не выбирают я родилась и умру здесь казахстане не надо мне такие провокационные комментарии писать друзья мои не надо вот эту межнациональную рознь разжигать по правилам ютуба запрещается политически какие-то вот эти межнациональные это даже уголовная статья есть мы вы же не расисты проезжай там пробка на кольце хватает и без этого вы сейчас знаете две республики у нас воюют я туда даже дайди баню сидишь сигналишь вещь люди проезжают на крышу залезть мне блин ох как ты поехала ну правильно бэха чтобы пробку разрядить я вторым рядом выехала простят меня наверное я в казахстане выросла друзья мои за свою родину у меня тоже сердце болит но я вчера новости прочитала посмотрела по телефону спасибо родной вот казахстане на севере там 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 по замерзали трубы люди сидят без отопления и выступал министр энергетики по моему но министр энергетики или это аналитическая программа не помню по youtube смотрела вот недавнюю запись министр энергетики говорит что да все строилось во время советского союза у каждой у каждой железяки у каждого даже человека свой срок службы есть свое продолжительность жизни средние но один человек раньше умирает это я говорю другой позже он говорит что все вся система вот эта канализационная водопроводная она уже себя несколько лет десятков назад уже исчерпала износ сейчас нету таких специалистов как было при советском союзе раньше вот эти смеялись некоторые много герои гпт ушники гпт ушники именно с гпту выходили специалисты которые были сантехниками электриками канализации разбирались в сварке разбирались каменщики плотники столяры сейчас туда никто не идет друзья мои вот и каналы смотрю там допустим в деревне где-то купили в россии айгуля в россии допустим российские там украинские белорусские купили дом частный старым некоторые для контента так и говорят мы для контента купили этот дом чтобы восстановить допустим есть каналы которые скупают убитые квартиры делают офигенный ремонт и продают это их бизнес вот и вот кто переехал в такие частные дома там естественно если допустим газа газа не газа специфирована газа нету печное отопление им надо печку положить нет специалистов печников понимаете то может печь выложить строят сами а а потом ох 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 на лексусе один прям по снегу не сбил этому другу машину нету сейчас таких специалистов и говорили чему это разговор завела надо говорит и вот на правительством уровне говорят нужно отправлять наших людей с казахстана обучаться вот этим это профессии энергетиков вот это вот которая водопроводная вот эта система вот это все разбираются казахстане таких специалистов не осталось нашли допустим одного специалиста он глубоко уже старик у него интервью берут он говорит да я работал на тэц на на какой-то не помню там в каком казахстане я работал на тэц при мне еще вот и когда я еще на уходя на пенсию еще допинге после пенсии он работал когда я еще не ушел на пенсию но там работал потому что душа болит за это родное предприятие он молодым парнем пришел туда тогда уже все вся система это труба трубы это все было изношено тогда нужно было вкладываться в 90-е года при когда приватизация была все баку кау деньги были приватизировали за копейки и выжимали 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 деньги выжали набили карманы и уехали за границу с этим люди живут кентау там вот северная часть там где повода рот это поставок молинская область и говорят министр говорит этот мужчина говорит надо отправить надо обучать наших людей наших вырастить наших специалистов пошли какой-то колледж колледж по моему и спрашивают у вас есть такие специалисты которые могут допустим от этой энергосистема вот это все наладить нету и сказали надо отправлять учиться набираться опыта куда за границу китай нет там совсем другая система у них даже друзья мои я вам скажу кто-то китай ездил знает что на границе с харгосом там станция дружба есть там наши поезда стоят около суток потому что у них железная дорога не такая как у нас в советском союзе у нас советском союзе казахстане в россии в украине белоруссии сейчас у них узкоколейка наши вот эти вагоны поднимают как-то на там вот этот колес какой узкоколейку ставят вагоны туда поставить ну и за примерно так потому что их узкоколейка поэтому сказали куда в китай отправлять нет у них там совсем другая другая вся система у них не то что жизнь другая система другая полностью вот куда германию польшу и не на в югославию куда отправлять специалистов только в россию потому что россии в россии как и в нашем казахстане в россии в основном остался при советском союзе система они даже праздники друзья не меняли день милиции был 10 ноября у нас убрали я праздну 10 ноября потому что я пришла еще в советскую милицию день уголовного розыска у нас 5 октября в своих союзе был сейчас не знаю казахстане как я праздную день уголовного розыска 5 октября у меня как раз мучка родилась на этот праздник потому что я работала при в этом время время когда отмечали этот 5 октября после работы выехали ночью куда-то в сторону на мои не знаю я говорила что я не скажу прям пила пила за компанию они мне все говорили а нафиг ты сами увязался за компанию они кто раз не пьешь обязательно пить что ли чтобы для настроения поэтому все кто со мной работал мы отмечаем 10 ноября и советской милиции сейчас в россии день российской милиции и 5 октября день уголовного розыска уголовный розыск друзья мои он и в африке уголовный розыск я же говорила менты менты нас мусора менты называли сейчас полиция не говорят менты понты сейчас полиция также говорят менты ой айгуля не обижайтесь конечно но я вот не видела вас но по комментариям я всегда читала у вас такие душевные комментарии были всегда такие душевные слова находили а тут такое написать что на кого вы работаете на российскую аудио на россию работаете ради монетизации я же объяснила до года я развиваю свой канал я сейчас я начала свой канал вести потом у меня брат умер я вот начала с вами разговаривать делиться всем мне это хорошо помогло а монетизацию но почему не подключить год пройдет 8 марта я там обращусь к людям помогут мне там монетизацию подключить почему нет интернет мне вчера советовали как казах телеком друзья я ездила к там газ телеком потом или албаты телеком еще есть там я когда переехал сюда соседи говорили я сама в грым нагресс ездила там это нужно под землю кабель вести а беспроводной есть там это модем или как и называют их роутер покупаешь 25000 там месяц до где-то около 7000 плотишь но мне там сказали парнишка сидел вот я уважаю таких людей он кстати набивая не сказали как вы купите а там 25 тысяч стоит но будет ловить не будет интернет мы обратно роутер не примем еще не купила уже как мы не примем доброта авгастелеком пацан сидел парнишка говорит татьяга этот воздушный но беспроводной интернет там люди тоже говорили ой да беспонтовые поэтому хоть какой-то иметь дома и он говорит а те если вдруг допустим вот этот роутер вот наш к касселекомовский допустим вы установили и вот допустим вот здесь вот этот вышка станция касселеком вот здесь ваш этот дом и вот если на этом пути допустим дерево растет ветер дует ветки так это самое колышет у вас будет с перебоями пойти я думаю у нас у так улица потом так скат и у меня там дом стоит он готовит а те даже не знаю возможно вас ловить не будет поэтому я не ставила а так чтобы допустим на пробу поставить они дают роутеры где модемы модем или роутер как называется правильно это надо купить за 25 тысяч купить роутер подключите посмотреть будет ловить не будет ловить друзья я не знаю поэтому я купила такой интернет тариф за 10 тысяч вот месяц у меня чистыми уходит 20 тысяч два раза вчера подключила и вот когда до 18 до 17 до 18 января но это скорее всего первых числах января закончится опять напишут ой вы любитель какой безлимитного интернета теперь скорость будет снижена вот ради монетизации работаете как же она писала для кого вы это говорите я не понимаю но мне показалось что вы это делаете ради монетизации неужели ой айгуля если вы не поняли я сейчас даже до вас донести не смогу объяснить опять не могу это будет сказка про белого бычка не знаю я еще раз говорю если вы намекаете то что на русском разговариваю канал есть канал который на государственные языки ведут кулинарные там другие друзья я училась на русском я расскажу одну хохму чтобы развить и постановку училище мвд работала у нас то преподаватель была каталог который вела казахский язык и начальник училищ сказал все казахский язык ну как вот пропали информацию такие вот будем проводить занятия потому что время время идет и нужно переходить чтобы читать лекции на русском на казахском языке и занять по казахскому он там диктует но друзья я училась в русской школе училась в училище на русском в институте училась работал тоже все документации писал на русском и диктует нам диктант как слышится так и пишется у меня написала потом на следующее занятие по моему нам типа такие листочки наши раздали я открываю там мои листочки моя мультик же у меня красное все все по исправляла и написано к красным внизу так я такая я тогда бы работал не преподателем а старшим инспектором учебного дела расписание делала и кайгульки подхожу айгуль это че такое дакар она как но это значит что корабль смотрел тут я же тоже пишет там уже не знают что поставить кол даже кол не заслужил они так сами смотрят что посмотрел возьми форму гранату и застрелись взорвись и она зина шмур загалина ну прям я не знаю но я не могу поставить вам оценку но потому что у вас ошибка на ошибке я смеюсь грая гуль ну мы в школе изучали казахский язык я не помню там у нас препарава была учительница она вела немецкий в основном язык и там помню я помню из школьного детства два-три раз казахский язык она на доске написала несколько слов слова дефис например alma тире хлеб на тире или на русском не помню и нужно написать перевод но это даже любой русский знает я написал и мне пятерки ставили все пару занятий всего у нас было по казахскому языку где бы я училась на бытовом казахском языке я хорошо разговаривались разговариваю матерюсь на казахском шикарно любого мужика могу заткнуть правда не матерюсь так у меня папа покойный тоже матерился допустим того что-то накосачили он трехэтажным матом как задаст папа родной же сюда залетела сюда вылетела но понимаю что папа меня допустим отругал но не меня отлично отругал нас и маме доставалось потом когда замуж вышла этот замуж вышла и до замужества папа всегда папа маме говорю мам ну скажи папе ох не успела на светофор ладно зато буду первая стоять маме говорю мам ну скажи папа начала материться и от помню один раз слышу мама говорит папе я уже замуж вышла или уже взрослая была и мама говорит папе как кусяш нам бабок таванда он перестанет материться дочь уже стесняется папа так говорил а я кинг милю любом доме на рыбок санасандр на русский перевести говорит вот умру я каждое матерное слово будете по нему скучать друзья так она и вышла пускай папа щас матерился пускай бы особенно когда допустим нет нет папа выпьет без не без этого было вот и матерился я под маргал пленгер у меня вот свекору тоже при первом как бы не пил на утро он даже мне на глазах показывается этот а папа там это может похмелиться и там это когда выходной потом на работу я поэтому как-то видео говорил я допустим ну не знаю эти поберушкам не всем подают деньги потому что потому что я работала в милиции я привозила привозили этих поберушек которые у них такие шикарные дома двух-трехэтажные говорила по розбакива абая там не знаю вот такой не русская национальность женщина была ее такой на таком черном лексусе привозили черная шуба до самой земли она машине снимал эту шубу надевала такую драную курточку платочек и ходил побирался вечером когда с работы ехала с барахолки еще в орбите жила видела она а также машина подъезжает она пальто снимает шубу надевает прыг и уехала поэтому друзья мои видела кто побирается в автобусах которые заходят дети извините нас у нас нету родителей нам нигде переночевать извините что у вас просим у вас деньги нам надо на лекарства туда-сюда это друзья мои заученные фразы заучен это бизнес за этими детьми пацанами стоят взрослые вот алкашам да не так что видел увидел кашу ой на дорогой тебе на на похмел нет бывает она видна человек ну бухал видно видно что ему тяжко я даже милиция работала допустим там одному задержали то что появление трезвом виде он сидит у него трубы горят сидит охает ахает вижу что его трясет пот льется плохо потому что мы работали в скупе с него с этими с наркологами и нарколог говорил что если такому человеку вовремя не налить не дать похмелиться он может умереть от остановки сердца я иногда бегала в советское время комки были баночное пиво только вышло одному такую купила он выпил у есть его под градом то он дать целого барана съел потом ты посидел но нормальный мужик ну там ну видимо там какие-то проблемы он тоже начал пить он год спасибо родная русский мужик он год спасибо большое вы не подумайте что я прям алкаш алкаш какой-то просто меня там начал говорить у меня в жизни такая ситуация сложилась что она умнау вот и вернемся к нашим баранам казахскими не вздумай повернуть вот поэтому мне пока доставили поставить типа даже на 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 кол я не не заработал своим диктантом вот бытовой казахский языке знаю а кстати когда еще в райделе работала тогда тоже вот это диплом проверяли и это типа занятие по казахскому языку оп 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 это я так выскочила быстро потому что там не пройдешь сейчас повернул на улицу палладина вот и в райотделе у нас сказали будут казахский язык но казахский язык уроки будут для тех кто казахского языка не знает у нас там светка собянина было он говорит так собянина пойдет она а я чё я казахский знаю начальник нас русский был иван николаевич и кубин он говорит вы же русская она в то время свет ключи пары она тогда жила с сожителем казахом садатом сетки такой голос такой мужской а у садата такой вот эти такой бесклявый симпатичный парень джамбульский с тараза и он говорил сенаж салим коллайс и рой садат нормально ман ахрин 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 вот печка выключилась жарко стало крыкно на ноги пустила и света говорит не буду я на казахский язык я казахский знаю он год но что ты знаешь какой ты но если улыбается как ты такой сарказм что ты знаешь она говорит коллайсин сагат конча чем арак 6 ба алдавай аман булаек мы там жанка киргизбаевая гулька еще гульнара была уразова мы там пластом легли сагат конча она как я не пойду я такие средние разговорные терминологи знают мне для общения хватает ой мы смеялись но я казахский знаю вот поэтому друзья мои гуля айна лайн не надо вот это мне писать не надо вот здесь на канале не только на канале там где-то может жизнь кому-то там можно предъявлять что там русские не русские казахи не казахи друзья мои ну зачем вам это но жизни так сложная я не знаю я вам сейчас не не собираюсь ничего доказывать айгуля я выросла при советском союзе понимаете я жила я замуж вышла при советском союзе дети уже дочь родилась при советском союзе хотя она сейчас этого не принимает не принимает не понимает не не принимает современные дети поэтому я еще раз говорю родину чтобы где родиться и родителей никто не выбирает сам кто родил вас тот родил где родились там родились я с одной стороны понимаю что у вас патриотически что этот вот я патриотка казахстан она там на россию на россии работает или там а я не знаю друзья даже уф камаз прошел аж синий дым выхлопные газы поэтому друзья не надо вот эту межнациональную рознь разжигать умный человек никогда не будет унижать другого человека по цвету кожи по языку по образу жизни не знаю да мне до этого писали что что казахстане но там смотрим смотрим они тоже не спокойно сейчас нет я уже все я на канале никого не буду по именам на видео говорить потому что вы обижаетесь комментарии каждому обращаюсь и вы заметили кстати не все не все блогеры раскрученные и не раскрученные обращаются пишут комментарии допустим по имени пишут там а полностью рада объясняет всю ситуацию просто сердечки ставят если ставят а многие смотришь допустим просто вы издают но тоже раскручены они то вообще комментарии не отправляют даже не пишет даже эти сердечки не ставят знаю одного блогера этот человек раньше я подписалась подписался не подписался не помню просто отвечал на комментарии там сердечки ставил отвечал на комментарии но по именам не называл этот человек номер на меня подписался я смотрю сейчас что этот человек у нее у него и у нее говорю у этого человека манера такая же на печать на комментарии как у меня стала она прям каждого человека по имени пишет пишет комментарии почему нет я тоже ухо блогерах некоторых хорошие черты перенимаю как вести канал как там допустим у меня тоже учили светлана училась написала что держи камеру так телефон параллельно я вот так раньше снимала это полчаса видео первое видео мне по бокам черные полосы вот поэтому а в аптеку пойдете айгуля много ох собачка по пешеходке моя ты родная удивляюсь собачка маленькая такая вот поскакала не показать вам не могу под пешеходке хвостик задрала крючком вот вот в аптеку заходите много казахстанских лекарства находите айгуля я казахстанские лекарства допустим таблетки знаю допустим аспирин чемкент выпускает производит российские эти таблетки не говорю уже там про импортные там про зарубежные давай проезжай вот сантехнику вот я душ душ искала посмотрел там допустим говорила же летние летний дождь вот это хотела взять стойку посмотрела производство россия там какие-то эти россия потому что еще раз говорю у нас вот это вот все канализация трубы вот эти плафоны даже вот элементарно эти розетки европейские знаете евро розетки который там уже такую вилку на нашему такую вилку такую вилку нужно нацеплять другую насадку который три штуки такие потому что границы почти во всех странах такое только а а у нас постсоветском вот такие вилки эти розетки айгуля без обид друзья мои айгуль это может кто-то там еще там слушает но не пишет поэтому друзья у меня есть и честно вот айгуль без вашего комментариев проблем выше крыши говорю же каждый день какая-то хрень я вот уже вечером вот это баба буду отогрели трубы думал все завтра маму привезу а сейчас поеду маме скажу маму хотя бы пару дней там пускай побудет потому что в подвале если кто хотите я ведь я домой приеду буду покажу вам что я для россии снимаю что у меня подвал подвал затопило и для россии снимаю россия я от вас там что там деньги получают а для для того чтобы деньги получать я затопилась в подвал буду сейчас выгребать выгребать не знаю друзья я вот по моему позавчера в котором под видео отгуль написала о чем для кого вы это говорите не пойму для себя говорю для вас говорю как говорится на русского опять скажу рожденный ползать летать не может или не будет а с таким и айгулья такими мероприятия мыслями далеко не уедешь не надо ёлка ломан и у меня самас проехал за хрена чем не стекло у меня не замерзайка не работает ой работа и други мои не за фуф ведь какой домоган за окном сейчас утром вышло минус 5 но тепло друзья мои не замерзайка моя оттаяла стекло по моему а то он камаз проехал у него задница вся черная даже на меру не видно вот эта пыль вся налетела ну надо же не замерзайка заработал мне оттаяла мне один товарищ говорил не знаю может быть не по теме зинаш ты никогда не станешь муж говорил второй я байора была он уходил на пенсию подполковником он говорил ты никогда не будешь подполковником на что я ему сказала от паран дергей и шак табарат куда доскакала лошадь и шак доберется друзья мои блин мысль потерял для чего это сказала ну типа рисануть что на казанском тоже посольцы знаю макалды давай родной все друзья то мне сейчас опять скажут вот как слова из песни выкидешь вот 42 минуты сказала где же писали люди у тебя слишком длинные ролики и когда монотонно допустим какие то какие то включите на скорость на полтора на два на два не поймешь на 1.75 на полтора поставьте там будут полукитайский язык будет это раз во вторых не нравится мои длинные ролики друзья мои айгуля не нравится не смотрите но я не знаю я вас в начале сначала смотреть начала уважать но потом я не солнце друзья всех не обогрею всем всех заставить всех чтоб меня любили я тоже не могу оно мне и не надо друзья уважать меня что я вас начала начала уважать но вы написали самое главное айгуля я сама себя уважаю как я живу и что я делаю как я работаю не каждый мужик справится перейдем на такие более менее жесткие формы на жесткую речь то что я делаю то что я делаю как я жила допустим даже не каждая семья муж жена могут дать допустим детям образование я одна вырастил без алиментов без поддержки без ничего до пахала я еще раз повторяю вы не поняли я обоих детей выучила оба сейчас работают на достойной работе у сына правда сейчас временное но дай Аллах хорошую работу найдет тебе я не буду говорить что вы айгуля построили не построили хотя бы сарай подняли бы не каждый мужик сможет построить я подняла сама сарай где-то у меня просто фотографии есть вот на старом телефоне там я где-то углы ставила кипичи поднимала но видео там старом этом там я когда строила это прошлый год еще тогда ютуб канала не было я просто снимала и брату отправляла сейчас этих видео нету но поверьте на слово я сарай сама подстроила туалет сама подстроила сама бетонные дорожки заливала поэтому айгуля если вы меня начали уважать одно время а потом перестали уважать значит так и быть самое главное еще раз повторяю я сама себя уважаю как женщину как человека главное главное меня дети уважают моя мама уважает гордиться мной я считаю это самое главное гуля все други мои целую други мои не други мои подруги мои друзья мои ваши 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 наши все 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 Продолжение следует...